Анастасия, Михаил, Степан и Кристина соревнуются за звание самого большого фаната Бен Тен всех времен. Герои в бой! Всем привет! Добро пожаловать на шоу Бен Тен «Сверхсложная задача». Где мы с вами находимся? Друзья, это сверхсекретное подземное место. Штаб Бена! Вот где! Сегодня суперфанаты, знающие о Бене абсолютно все, будут решать сверхсложные задачи, которые им задаст этот суперагнитрикс. Четверо участников должны доказать, что знают абсолютно все о мире Бена. А победитель с триумфом отправится домой с потрясающими подарками. Приставка Xbox 360 и целым набором призов от Бена. Но это еще не все. Четверо самых отважных победителей, набравших больше всего очков, вернутся в штаб, чтобы принять участие в суперфинале и побороться за всю эту неинопланетную технологию 20 уровня. И, конечно же, за главный трофей шоу Бен Тен «Сверхсложная задача». Итак, если у нас сегодня смельчаки, готовые решать сверхсложные задачи Амнитрикса, давайте познакомимся с сегодняшними суперфанатами. Михаил, 11 лет. Любимый пришелец «Человек-огонь». Анастасия, 10 лет. Любимый пришелец «Крылатый». Кристина, 11 лет. Любимый пришелец «Молния». Степан, 10 лет. Любимый пришелец «Дикий пес». Поприветствуем наших участников. Привет, ребята! Есть ли тут суперфанаты? Да! Давайте знакомиться. Привет, Настя. Скажи, а кто твой любимый герой? Ну, кроме Бена, конечно. Ну, я очень люблю Гвен. Степан, привет. Скажи, пожалуйста, ты правда занимаешься в кружке «Интеллект»? Да. А чем вы там занимаетесь? Ну... Кроссворды разгадываете? Ну, может быть, и так, да. Ребята, к нам пришло сообщение, и мы должны его прослушать. Все, внимание на экран. Здравствуйте, игроки! Вам нравится мой штаб? Пора разобраться, кто из вас обычный поклонник Бентена, а кто суперпоклонник. Используйте «Амнитрикс» в полную силу. Удачи! Итак, кто готов доказать Бену, что он является суперфанатом? Я! Абсолютно все. Ну что ж, пора показать, как много вы знаете о супергерое Бен Тен. Итак, мы приступаем к нашему первому заданию. Сейчас я буду вам задавать вопросы, и тот, кто знает правильный ответ, нажимайте на кнопку. За верный ответ вы получаете 10 баллов. Если ответ неправильный, у другого участника есть возможность ответить. Но за ваш ответ вы уже получаете 5 очков. Мы начинаем! Как называется родной город Бена и Гвен? Это Беллот! Абсолютно правильно! 10 баллов твои! Молодец! Ребята, сконцентрируйтесь. Следующий вопрос. Сколько ног у краба? Конечно же, 4. Миша, это неправильный ответ. Ребята, есть у кого-то какая-то версия за 5 очков? Кристина, твой ответ. 6. Это абсолютно правильный ответ. В твою копилку 5 баллов. Да, вы знаете, что у Бена много врагов, которых вы наверняка должны знать в лицо. Итак, все внимание на экран. Как вы думаете, кто это? Михаил? Это ДНК-ноиды. Миша, к сожалению, это неправильный ответ. Ребят, есть у кого-то версия за 5 баллов? Кристина? Гибриды. Абсолютно правильно! 5 баллов опять же к тебе, в свою копилку. Какого цвета Эхо-Эхо? Белого? Абсолютно правильно! Белого цвета. Молодец, 10 баллов твои. Идем далее. Кто создатель Амнитрикса? Степа? Азимус. Верно! 10 баллов твои. Следующий вопрос. Кто также известен под именем Супергероиня? Это Гвен. Абсолютно верно. Ну а теперь, ребят, сосредоточьтесь, потому что прямо сейчас заключительный, последний вопрос, который вам принесет, целых 25 очков. Вы посмотрите видеофрагмент, после которого я у вас спрошу, что это такое? Вентен, мы нашли решение проблемы. Ура! Итак, суперфанаты, сейчас я вам назову три варианта ответа. Внимание! Что это, как вы думаете? Бен превращается в лучистого и улетает. Это первый вариант. Второй вариант. Гвен появляется и спасает Бена. И третий вариант. Бен превращается в желе. Ваша реакция, ваш ответ? Михаил, ты докторил. Он превратился в желе! Давайте узнаем, правильный ли это ответ. Все внимание на экран. Я желе! Абсолютно правильно! Ты победил! Ну что ж, это был последний, заключительный вопрос нашего первого раунда. Итак, после первого раунда давайте посмотрим на нашу турнирную таблицу. 55 баллов отправляются Михаилу. 10 баллов у Кристины и Степана. Одинаковое количество. Настя, пока не удалось тебе набрать ни одного балла, но не расстраивайся, потому что впереди у нас еще три раунда. Все, поднимется. Обезьянный паук! Паутина на ребенка! Обезьянный паук! Паутина на ребенка! Если кто-то напортачил в паутиновом отсеке, обезьяне-пауку это не понравится. Пойдемте за мной! Паутина на ребенка! Злая колдунья спрятала набор волшебных заклинаний в паутиновом отсеке обезьяны-паука. При помощи скорости и ловкости обезьяны-паука участникам предстоит пробраться через паутину и аккуратно по одному собрать заклинания, прежде чем они сработают. Чтобы нейтрализовать заклинание, его нужно положить на счастливый тотем. Настя, ты будешь искать заклинания символом звезды. Вот Степану необходимо нейтрализовать заклинания символом молнии. Кристина, приготовься, ты должна найти все семь заклинаний с месяцем. А вот Михаил, ты должен найти заклинания с алмазом. Тот участник, который справится быстрее всех, получит возможность заработать сто баллов. Но самое главное, необходимо прикрепить все семь заклинаний на своем тотеме. Суперфанаты, вы готовы? Да! Тогда три, два, один, поехали! Нужно быть проворнее, чтобы пробраться через все эти веревки. Не запутайтесь в собственной паутине. Вы должны быть наполовину деликатным пауком и наполовину подвижной обезьянкой, чтобы справиться с заданием. Давайте, обезьяны, пауки! Помните, ребят, эти амулеты крайне могущественны. Если колдунья ими завладеет, она станет могучим существом в галактике. Мы не должны этого допустить. Вперед, герои! Ребята, хватайте амулеты, колдунья вернется с минуты на минуту. Итак, ребят, посмотрите, сейчас Степан почти полностью заполнил свой тотем этими заклинаниями. Удастся ли ему победить? Анастасия возвращается. Да! Настя справилась, она первая. Есть! Отличная техника у Анастасии. Она быстрая и ловкая, как обезьяна-паук. Степан финишировал вторым. Кристина третья. А вот Михаил четвертый. Давайте посмотрим на нашу турнирную таблицу. 100 баллов у Анастасии. Поздравляю! Ес! Степан 85 баллов. Это серебро. Молодец! На 5 баллов отстает Михаил. 80 очков. Давай, постарайся. Ну и на последнем месте это Кристина. 60 очков. Ребят, у вас еще впереди целых два раунда. Все может измениться. Так, похоже, у нас есть сообщение. Так, слушаем. Все внимание на экран. Хотите совет от вашего приятеля Бентена? Прежде чем становиться героями, не спешите. Обдумайте мой совет, и у вас все получится. Вы слышали? Это сказал сам Бентен. Пора включать мозги. Итак, кто думает, что не... Водяная сила. Опасность заражения. Водяная сила. Опасность заражения. Ребята, похоже, это серьезно. За мной! Доктор Энема заразил запасы воды в штабе зловредной мутированной ДНК. Участники должны воспользоваться способностью водяной силы, управлять жидкостью и перевести зараженную воду через системы клапанов, труб и воронок в очистительный отсек. Итак, участник, который соберет больше всех жидкости перед тем, как взорвется Амнитрикс, заработает максимально 100 очков. Суперфанаты, вы готовы? Да! Тогда я начинаю обратный отчет. Три, два, один, поехали! Смогут ли они придумать, как перелить воду, не разлив ее? Сейчас мы с вами и увидим. Очень сильно большая течь у Степана. Мы надеемся, что он догадается, как можно ликвидировать эту течь. Посмотрите, умело. Вот она стратегия у Кристины. Она решила просто закрыть эти щели, чтобы вода не пролилась. Мы все болеем за наших участников. Пролитая вода не будет учитываться, так как она может содержать мутировавшую ДНК от доктора Энима. Все ребята должны аккуратно обращаться с этой бесценной влагой. Здесь сложная система клапанов. Вы сами все видите. Если герои направят все в свои способности, то они смогут справиться. Михаил справляется с заданием успешно. Он большой молодец. Посмотрите. Ну что ж, время закончилось, и мы подводим итоги. Отлично сработала Анастасия. И на этот раз она получает 100 очков. Михаил второй. Степан третий. А Кристина четвертая с 25 очками. Ребята, вы справились со сложной задачей, показали все свои способности. Но только двое из вас, набрав максимальное количество баллов, смогут сразиться в финальном раунде. Он называется вражеское нападение. Однако прежде чем это произойдет, у вас есть все шансы подняться выше. И ответив на мои вопросы, получить дополнительные баллы. А давайте прямо сейчас посмотрим на нашу турнирную таблицу. Настя из раунда в раунд. На первом месте 200 баллов. Молодец. Спасибо. Михаил сумел вырваться в лидеры. Миша 155 баллов. Второе место. Степан 135 баллов. И Кристина 85. Настя, поскольку у тебя больше всех баллов, больше всех очков, ты имеешь уникальную возможность выбрать своего любимого пришельца, которому и посвящены наши вопросы. Настя, выбирай пришельца прямо сейчас. К вами. Итак, за каждый правильный ответ вы получаете по 20 баллов. Но нажимайте только в том случае, если вы действительно уверены в том, что это правильный ответ. Если вы дадите неверную версию, вы будете заморожены и не сможете отвечать на следующий вопрос. Мы продолжаем игру. Какой уникальной способностью обладает пламенный? Миша, ты был первым? Он может устанавливать свои части тела. Это неправильный ответ. Ты заморожен и не сможешь давать ответ на следующий вопрос. Правильный ответ – он контролирует огонь и растения. Следующий вопрос. Какого цвета лепестки на плечах пламенного? Степан, ты был первым? Красного. Красного цвета. И это правильный ответ. 20 баллов твои. Миша, ты возвращаешься в игру. Ну что ж, ребят, вы знаете хороших пришельцев, хороших героев, но знаете ли вы в лицо врагов Бена? Как вы думаете, какой это инопланетянин? Внимание на экран. Миша, ты был первым. Твой ответ? Это чисто породный. Абсолютно правильно. 20 баллов твоих. Итак, следующий вопрос. Верно или неверно, пламенный был первым превращением в инопланетной силе? И твой ответ, Кристина? Правильно. То есть верно. Абсолютно правильно. И твои 20 очков. Ну что ж, суперфанаты, время. Все ближе и ближе к концу. Но у вас есть еще последний шанс заработать очки, чтобы попасть на последнее соревнование. Это вражеская сила. Сейчас предлагаю посмотреть видео с участием Пламенного. После окончания видео я вам задам вопрос. Так бывает с теми, кто связывается со мной. Э, где ты? Ку-ку! А теперь, внимание, вопрос. Сколько верных рыцарей в грузовике? Настя была первой. Два рыцаря. Давайте узнаем и посмотрим, правильно ли это ответ. Абсолютно правильно. Ты зарабатываешь 20 очков. Молодец. Следующий вопрос. Какого цвета грузовик? Первый. Давайте узнаем, правильно ли это ответ. Красного. Неправильный ответ. Ты заморожен прямо сейчас и не сможешь отвечать на следующий вопрос. Итак, заключительный вопрос. Ценой в 20 баллов. Что сказал Пламенный, чтобы удивить Кевина? Степан? Так бывает с теми, кто связывается со мной. Ку-ку! Я думаю, Ку-ку гораздо короче. К сожалению, это неправильный ответ. Ну что ж, это был ваш последний вопрос. Итак, это был последний шанс, чтобы заработать жизненно важные очки и пройти в заключительный решающий раунд. Итак, в эти самые секунды Амью Трикс подсчитывает результаты. И очень скоро мы узнаем имена двух наших участников, которые сразятся во вражеском нападении. Итак, финал выходит... Анастасия и Михаил! Да! Да! Настя 220 баллов. Михаил 175 очков. Степан, у тебя 155 очков. И Кристина 105 очков. Ну что ж, Кристина, Степан, мне очень приятно было видеть, как вы боретесь за победу, видеть ваши живые настоящие эмоции. В любом случае, вы отличные герои. Да, не сумели добраться до последнего раунда вражеское нападение, но тем не менее, вы получаете вот эти подарки. Удачи вам и пока! Пока-пока! Ну что ж, наших героев изначально было четверо. Осталось двое. Вы готовы к вражескому нападению? Да! Как говорится, победит сильнейший. Ребята, у нас есть сообщение от Бена. Давайте его послушаем. Отличная работа! Вы классные ребята! А теперь настоящее испытание. Вы можете победить моего заклятого врага Вилгокса. Удачи! Она вам пригодится. Ну что ж, ребята, готовы к бою? Да! Ребята, за мной вражеское нападение! Сначала участникам нужно протиснуться сквозь злую усмешку Замбоза и пройти через волосы Гаргоны, где они могут найти бонусную карту борцов с умо, чтобы получить потрясающий дополнительный приз или продолжить путь, чтобы сэкономить время. Они пройдут под жутким дыханием кислотника, потом остановятся перед фортом Вечных Рыцарей, перекрывающим им дорогу. Им придется закончить щит Амне-3Х, чтобы активировать подъемный мост. Они должны аккуратно пройти болотами Таноса и воспользоваться рогаткой, чтобы перебраться. Претенденты должны добраться в виртуальную тюрьму Вилгокса и отключить процесс его регенерации. Это наша финальная задача. Здесь победитель получит 500 очков и 100 дополнительных, если сможет помешать Вилгоксу полностью восстановиться. За это стоит побороться. Суперфанаты, вы готовы? Да! Тогда я объявляю 3, 2, 1. Вражеское победе! Посмотрите, с какой скоростью стартовали наши герои. На первый взгляд все просто, но эта игра требует концентрации. Посмотрите, с какой скоростью работает Настя. Ей удалось пройти форт. Вот она открыла мост и стреляет, попадая в цель. Тем самым сообщая пришельцу-помощнику, чтобы тот кинул ей канат. Успеет! Успеет, Михаил! Посмотрите, как Настя быстро взбирается, попадая на вершину! Это победа! Она справилась, устала, но счастливая! Эта игра оказалась непростой для соперников. И она победила! Миш, не расстраивайся, потому что ты сражался. Ты большой молодец. В любом случае, ты получаешь эти голографические часы и собственный набор Бена. Держи! Удачи тебе! Пока! Спасибо! Спасибо! А ты настоящая героиня! Я тебя поздравляю! Ты справилась с нашими заданиями. Тем более, что ты получаешь все эти призы. Смотри, какие! Ты получила за все задания, включая 100 бонусных очков за отключение регенерации Билдкекса, 820 очков! И поскольку ты наш первый победитель, ты автоматически попадаешь на первую строку в таблицу победителей с очень хорошим результатом. У тебя есть абсолютно все шансы попасть сюда на суперфинал, чтобы посоревноваться вот за эти призы. Это было шоу «Бэнд Тэнс». Сверхсложная задача. Мы с вами скоро увидимся. До новых встреч! Пока-пока! Тридцать шесть участников! Тридцать сложнейших заданий! И только один суперфанат шоу «Бэнд Тэнс». Самая сложная в мире телеигра на канале «Картун Нетворк». Новая программа «Бэнд Тэнс». Сверхсложная задача. По средам в 20.30 по московскому времени. На «Картун Нетворк». Сверхсложная задача.